Всё, пока снимай. Небольшой кабинет в качестве киностудии. Обычный стол вместо съёмочного павильона. Именно здесь режиссёр Даниэр Абдакиримов и аниматор-монтажёр Михаил Лебедев творят настоящее волшебство. В руках этих молодых людей буквально оживают силиконовые куклы. Несколько месяцев назад ребята начали снимать первый в Кыргызстане анимационный фильм, где вместо компьютерных или нарисованных персонажей – настоящие куклы. На этот проект меня пригласил Айбек Дженгазеев, директор киностудии «Крылосфильм». Но он хотел, чтобы я начал снимать в 2D, либо в стиле перекладки. Но так как я вообще сам не аниматор, не умею рисовать анимацию, то я предложил свой вариант именно в кукольной анимации, в стиле кукольной анимации, стоп-мошен. Потому что это более близко ко мне, потому что я сам режиссёр кино. Значит, я приложил свой вариант, и они поддержали меня и запустили этот проект. Всё как на самой настоящей съёмочной площадке. Сначала выставляются локации, а их по задумке режиссёра для 4-минутного мультфильма предусмотрено 7. Затем происходит расстановка действующих лиц, выстраивается свет, оператор настраивает камеру и мотор. Техника, в которой работает Даниара Михаил, пожалуй, впервые применяется в отечественном кинопроизводстве. Стоп-моушен, именно так называется эта версия анимации, предполагает определённое количество кадров за доли секунды. Обычно съёмка производится с частотой 24 кадра за одну секунду. Для собственного удобства ребята уменьшили показатели вдвое и решили остановиться на 12. Когда уже персонажи готовы и локация готова, установка локаций и персонажей занимает определённое время. Чаще всего это 4, может быть, чуть меньше часа. Всё зависит от сложности. После того, как персонажи подготовлены к анимации, к съёмке, мы устанавливаем камеру, настраиваем её, устанавливаем компьютер, тоже настраиваем для съёмки. И уже используя компьютер и современные технологии, программу для съёмки кадров, мы снимаем уже сам фильм. Пока камера совершает тысячи щелчков затвора, в руках Данияра меняются не только персонажи, но и их эмоции. Куклы, возмущённо хмурят брови, совершают различные действия руками, улыбаются, едят и, конечно же, разговаривают. Нас же всё равно меньше. О, Боже, что я буду делать? Допустим, у нас вот есть сейчас старейшины, которые используются в фильме, и у них подвижное тело, подвижные руки, голова, можно передвигать, ставить как нам нужно в определённом кадре. Потом мы переходим на компьютер, снимаем, делаем кадр, двигаем ещё чуть-чуть. Всё зависит от движения, куда наш персонаж смотрит, какие движения он делает, что он рассказывает. Дебютная картина мультипликаторов называется «Как мальчик спас свой город». Мультфильм рассказывает историю храброго мальчика, который отважился спасти родную деревню от злого хана. В анимационном фильме пять главных персонажей, всего же для съёмок изготовлено 20 кукол. На сегодняшний день ребята уже отсняли 35 сцен своего будущего мультфильма, каждая не дольше пяти секунд, а это более двух тысяч кадров. Завершить всю работу мультипликаторы планируют к 1 февраля следующего года. Тогда же картина выйдет в эфире отечественных телеканалов и, возможно, представит нашу страну на зарубежных фестивалях анимационного кино. Сабина Дамаскина, Нурбек Капаров, Асхат Ибраимов, НТС.